Всех приветствую и продолжим рассматривать австрийские конверты первого дня. Вот в этом новом альбоме. Начинается 1972 год. Вот такой вот штамп, посвященный композитору местного разлива. Марочка, как всегда, очень хорошо, аккуратно резана. И здесь повтор овсетной печати. Видите, что мы дальше имеем? Снова надо обратить внимание, что 1973 год и штемпель первого дня изменил свою форму. Видите, два рожка с гербом австрийским. А здесь рожок внизу, а здесь австрийский герб. Вот такая форма появилась, совершенно новая. 50 лет какому-то Альфонсу Петцельду. Мы его не знаем и тоже не хотим знать и вникать не будем. Обратим просто внимание опять на гравюру, великолепную портретную гравюру на марке. И вот печать здесь, на самом конверте. Этот конверт связан что-то с какими-то черепами и детьми. Не буду даже вникать. Ну, как всегда, это наркотики, конечно. 1973 год. Употребляешь наркотики и готовься вот к такому концу. Ну и, как говорится, что же сделаешь? Такова жизнь. Дальше. 1973 год. Вот эти добротные портретные серии. Посмотрите. Опять великолепная. И печать неплохая первого дня. В Вене. 1973 год. 50 лет. Фердинанду Хануш. Ну, такой вот тоже неизвестный деятель. Бог с ним. Так. Следующий конверт. 100 лет уже Теодору Кернеру. Тоже какой-то. А. Бундеспрезидент в Австрии в 51-57 году. Ну, видно, заслужил за свою непорочную службу вот такой вот выпуск. Ну, что ж. Пусть остается. А мы будем идти дальше. Они все вот одинаковые. Все эти конвертики. А. Вот прошедший почту. Семья Фрица Катца. Кошкин по-нашему, да. Вена. 73-й год. 39-й конгресс статистического института. Вот такой вот конвертик. Хочу посмотреть. Прошел эту почту или нет? А, нет. Никаких других почтовых этих заметок нету. Хотя обратный адрес есть. Но, наверное, почту, наверное, не прошел все-таки. Хотя, кто их разберет там, австрийскую почту? Может быть, кто-то сбросил, дошел. Хотя нет. Наверное, так и остался. Еще один портрет с голубым Меркурием. Тут уже новый штамп первого дня. И опять какое-то столетие от Львии. Лауреат Нобельской премии, очевидно. Вот такой дядька заматерелый. Так. Следующие конверты какие у нас? Значит, тут у нас 30 лет республики. Вот уже, значит, считается 45-го года, 55-й, 75-й. 75-й год. Вот такая невидная какая-то современная графика, как всегда. И марка невыразительная, и картинка тоже не очень. И здесь у нас 13-й конгресс в Вене, чего-то там не буду даже тоже вникать. 73-й, печать шикарная. Марка неплохая, гербовая. И здесь одноцветная копия этой марки. Дальше у нас 100 лет. Францу Шмидту тоже не знаем этих людей. Ну, так вот будем смотреть, просто вникать. А здесь Францу Йонасу. По-моему, он уже у нас мелькал, этот заслуженный деятель. Вот. Тоже бундес-президент. Только в 65-м, в 74-м году. Ну, дядька такой, видно, в очках, видно, умный. Так, дальше. Дальше. Что тут у нас? День брифмарки, в 74-й год. И венский почтам. Все-таки опять хочу обратить внимание. Давайте посмотрим марочку. Ну, вообще. Отлично вырезано. Просто идеальное состояние. Представляете, художник как работает. Замечательно. Картиночка, повтор этой марки. Больше ничего-то хорошего. Здесь у нас, что, 25-й какой-то юбилей Эдмунда Эйслера. Ну, тоже какой-то, очевидно, ученый. Или, может быть, ну, нет. Оперный композитор и дирижер. Вот такой вот артистическая внешность. Дальше. Что у нас есть? Здесь 100 лет рождения Арнольда Шонберга. Здесь вот такая марочка. Ну, все простенько, но опять. Здесь у нас вот такой вот интересный человек. 100 лет. Францу Стельс Заммер. На Фредрика Энгельса чем-то похож. Опять гравюра. Опять хочу показать. Давайте. Посмотрите. Ну, замечательно сделано. Все. Структура волос, структура пиджака. Все как надо. Классические марки. Замечательные. Так. Голубой Меркурий. И какой-то, значит, тоже, значит, 175 лет. Карл Диттерс. Здесь какой-то деревни. Не будем тоже вникать. Но классическая марочка. Тоже все аккуратно, все четко. Все как надо. Ну, вот это очень сложная вещь. Посмотрите, какая резаная марка. 1974 год. Скульптурная, да? Тоже не выдержу. Поближе покажу. Ну, великолепно, да? Просто замечательно. И здесь вот фотография. Повтор этой марки. Черно-белый. Одинаковое. Одинаковое. Одинаковое событие. Значит, здесь день почтовой марки австрийской. Все скромно. Без всякого украшательства. Герб. Печать почтовая здесь. Одно здесь. Зато расстарались. Хенрих. Ангели. Это австрийский художник, оказывается. Целых три конверта. Австрийскому художнику. Ну, просто повтор, малышки. Больше ничего интересного. Но не так, чтобы они были слишком выразительные. Но вот это поинтереснее. Тут сложное такое изображение. Очень даже интересное. И 125 лет. Дэнк Мальфреген. Что-то сложное такое сочиненное. Ну, такой конверт. И здесь у нас Леофаль. Пятьдесят. 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 Какая-то годовщина. Ну, может, наверное, склочно. Посмотрите, какие губы сжал так. Даже на этот маркет у нас смотрит укоризненно. Укоризненно. С таким пренебрежением. И типа, ну, что вы тут? Собираете что-то? Ну, ладно. Бог с вами. Ну, тут пошли совсем простые конвертики. Видите, герб этот. Больше ничего. Ну, а здесь все-таки вот Йозеф Мисссон. Столетний юбилей. Картинка повторяет марку. Так. Это вот большая стандартная серия австрийских мест. Деревенских, городских. Вот. Называется Красивая Австрия. Прекрасная Австрия. Вот эта марка. Вот это вот одна марка из серии. Она длительная. Их много было разных. Сто лет. Со дня рождения. Картинанда Порше. Ну, Порше все знают, да. Автомобили, заводы. И все такое прочее. Вот ему, значит, тоже марочку расщедрили и сделали. Семьдесят пятый год. Так. Что здесь у нас? Здесь у нас день брифмарки в семьдесят шестой год. Вот бы тогда было время. Печать, посмотрите, какая шикарная. С первого дня. День почтовой марки отмечался, потому что все писали, все было интересно. Все собирали, выставки были, все такое прочее. А здесь 30 лет австрийской прессии. Вот такое вот условное изображение. Вот такое, какое-то венки прославляющие. Ну, ничего такого, чтобы обратить наше внимание, чтобы конверс запал для души. Ну, вот эти вот неплохие, мне нравятся. Вот это вот продолжение города и деревни Швеции. Фу ты, Австрия красивая, да. И вот эти рисованные, видите, неплохо. Мне нравится, не знаю, тут ничего такого сложного. Но, тем не менее, тот же сюжет марочный. Марка одноцветная. А здесь такая цветная, идиллическая, пасторальная, я бы сказал, картинка. Штамп 76-й год, ну и штамп вот здесь такой. Здесь тоже рисованный, марка, кстати, интересная. Витражная такая, оригинальный штамп первого дня, 76-й год. И, видите, под размер вот этого витражного окна сделан рисунок той церкви, где это все находится. В тематейскую коллекцию, очевидно, это было бы неплохо, интересно. Ну, тут опять унылое однообразие. Не будем вникать, кто это. А здесь что-то, свободу в Австрии, короче. Все это у них борьба, все это вот это становление. Вот такой вот символический мужичок со своим австрийским флагом. Кто тут у нас? Альфред Кубин, график и художник. Вот такой вот занудливый дед. Он сидит, что-то скорябает, рисует, очевидно, какие-то марки или какие-то. Картиночки или открыточки. И здесь 100 лет со дня рождения фрица. Германовский Орландо. Дирижер и писатель. Ну, вот такой вот он остался. Но марки, как всегда, вызывают, не вызывают вопросов, вернее. Великолепные марки. Гравированные, резанные, здорово. Первый день, вообще оригинальный конверт. Ничего такого, марка наклеена вот здесь вот. Прямо здесь. И вот такой герб с флагами. Ну, так вот пусть будет. Ну, и здесь, что тут у нас. 50 лет работы австрийского самаритянского центра. Ну, все знают легенду самаритян, который там напоил, обогрел, накормил. Значит, путника. И вот эта марка, это уксу. Красный крест. 77-й год уже. 77-й год. Опять. Леопольд, 25 лет. Леопольд Куршлаг. Куршкхак. Вот такой вот печать. Ну, скучно. Если бы не марки, то все остальное очень сухо, очень скучно. И здесь 100 лет рождения Лиза Майтер. Это физик, оказывается. В Кембридже училась. Но это умная женщина. Тут я ничего не могу сказать. Так сказать, что-то с физикой, с атомом было связано. Работал 78-й год. Это наше почтение. И она заслужила это. Здесь у нас Конгресс Международный по строительству. Видите, вот и пила, и циркуль. Весь полный набор масонских инструментов. И штемпель. Год 78-й. Франц Шуберт. Шуберта все знают. Вот марочка такая награвированная. И тут его портрет. Тоже, еще раз, если бы не марка, то все остальное, конечно, очень скудно. Все так это... Скромно так, я бы сказал. Современное искусство в Австрии. Вот это вот знаменитая одна из картин. Это Рудольфа Хауснера. Ну, Адам, да. Ну, вот такой вот. Ничего такого, чтобы... Прямо мне нравилось. В черно-белом варианте, но даже интереснее. Здесь вот цветное изображение. И такая картиночка. 30 лет. Чего-то там, сопротивлению какому-то. Вот. Тоже ничего такого, чтобы нас восхитило. Ну, и опять пошли портреты. Эган Фридель. Кто он? И писатель, и культурный деятель, и драматург, и все, что хочешь. Но мы его не знаем. И тоже не будем знать, и не хотим знать. А вот это вот уже более интересно. Посмотрите. Это, по-моему, культура индейцев. И вот сразу совсем другая марка интересная. И изображение, и специальный штемпель в 78-м году тоже отлично выглядит. Здесь у нас 60 лет Виктору Арлеру. Какой-то борец. Да, социалист и политик. Вот они, политики, социалисты. Все-таки тоже марки нам выпускали. А тут у нас кто-то Ричард Сигмонду. Какой-то с польскими корнями. Ну, и тоже ничего такого интересного. Здесь у нас международный год детей. 79-й год уже пошел. Снова обращаю внимание. Посмотрите. Знаете, прекрасные гравюры. Ну, делают черти. Все выдержано. И здесь 50 лет тоже международному какому-то событию. Вот такая вот декоративная вставочка. Здесь у нас пошел видовая какая-то штучка, чтобы увидеть, вспомнить и снова позабыть. Напоминаю чуть-чуть чем-то французские марки своим ажуром. Ну, отличная такая марочка. Марочка. И здесь у нас конгресс с зашифрованными буквами. Ну, что связано с какими-то механизмами. Ну, это уже современное, уже не очень интересное. Так, здесь что-то 200 лет какие-то традиции, связанные, наверное, с юриспруденцией, с документами. А здесь у нас 50 лет дамской моде. Ну, видите, ну, какая-то неинтересная, честно сказать. И мальчика такая, не очень такая стильная, могли бы лучше сделать. Ну, и здесь как все это обычно. Ну, вот это вот все эти вот видовые, они вот, ну, даже и листать, собственно, такое смотреть слишком не хочется. Давайте так вот. Вот это вот интересное, да, мощная печать интересная. Наклеечку кто-то наклеил, сдуру. Ну, может быть так что-то такое. Это семейный конгресс какой-то европейский. Вот они тут сидят, что-то делают. А здесь у нас кто-то 100 лет опять. Вильгельм Франц Экснер. Вот такой вот. Ну, все рядовое, все обыкновенное. Это тем более, это тоже тем более. Ну, здесь давайте только обращу внимание. Вот здесь только на спецграшение, посмотрите. 79-й год. Ну, больше чем картинка, больше чем марки. Почти такая же, да? День тоже брифмарки. Ну, вот любят они все-таки почтовые марки. Любили, по крайней мере. Поэтому вот и резали, и вот такие вещи делали. И 150 лет. Астрийскому статистическому управлению. Интересная, кстати, марка по сюжету. И здесь вот картиночка. Мосты, соединяющие Европу, не будем смотреть. Здесь тоже что-то такое. Здесь тоже что-то 100 лет. Астрийскому Красному Кресту. Ну, обыкновенные все вещи. А эти 25-летия, вот современные все эти подачи, они просто неинтересны. Здесь какая-то стройка на нашей агитационной карточке, напоминают. А здесь у нас 100 лет Лео Ашер. Это оперный композитор и юрист. Надо же, совместил. Молодец. Ну, это совершенно рядовые, простые. Если бы не марки хорошие, яркие, этого мало. Дизайн чуть-чуть сменился конверта. И здесь такой же дизайнер. Дизайн самый простой. Премьер Юр. В общем, все. Ничего такого. Здесь тоже. Хотя тут более старые. 81-й год, кстати. Здесь тоже. Ну, и эти тоже какие-то слишком простые все вещи. Неинтересные. Марки уже современные. Видите, нет вот той графики. Поэтому это. Ну, вот это вот более-менее. Когда графика есть. Марка оживляет. И здесь марка оживляет. А так бы ничего такого. Тоже стандартно. Ну, тут марочка повеселее. Но вот смотрите, как уже проиграл вот эти вот стандартные конверты. Стандартные. А если еще марки вот такие вот условные, декоративные. То совсем беда. Ну, здесь тоже все. Собственно, если смотреть, то тоже детские рисунки. Опять, значит, вот это. Вот это вот интересная марочка. Красивая. 81-й год, кстати. Но сам конверт оставляет желать лучшего. И здесь. 82-й год. Все условно. Все вот эти конгрессы. И 86-й год. Вот заканчивается. Все. Все. Вот весь обзор у меня вот этих всех конвертов КПД первого дня. Кому-то они могут понравиться. Кому-то не понравится. Потому что немецкое, австрийское, оно немножко суховато. И еще раз повторю. Если бы не вот эти вот резаные металлография марок, то, конечно, ничего такого, чтобы было. Хотя отдельные экземпляры встречаются. Да, замечательные, отличные, интересные. И поэтому, что же сделаешь? Приходится что-то оставлять, что-то держать для себя. Все. На этом я обзор австрийских КПД заканчиваю. И до следующих встреч.